Проводя международные кампусы поколения за мир, мир и спорт, которые стали уже традиционными, которые позволяют странам, конфликтующим даже странам, которые не общаются в обычной жизни, встречаться, общаться с друг другом, используя как раз универсальный язык спорта. Напомню, 22-й зимний Олимпийский проект был в случае с 7 по 23 февраля, а 11-я зимняя параллелья до 7 по 16 марта. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела против адвоката, который защищал обвиняемого по громкому делу в убийстве Юрия Буданова. Мурат Мусаев подозревается в подкупе свидетелей на процессе, чтобы те дали ложные показания, оправдывающие Юсуфа Тимирханова. Также ему инкриминируется воспрепятствование деятельности суда. Мурат Мусаев подозревается в суду Кумирханова, обвиняемого по убийству Юрия Буданова. Так вот, следствие полагает, что в рамках этого уголовного дела адвокат совместно с другими лицами, в том числе и пока не установленными, совершили подкупы двух свидетелей. Следствие уже располагает в достаточном объеме доказательств, в том числе и видеозаписями, подтверждающими противоправленные действия адвоката. И, как пояснил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, под другими лицами подразумеваются бывшие притяжные. Оба заведенных уголовных дела сейчас объединены в одно производство. Сам Мусаев все обвинения в свой адрес отрицает и утверждает, что таким образом его хотят вывести из нескольких резонансных судебных процессов, в которых он участвует в качестве защитника. Кроме приговора по делу об убийстве экс-полковника Юрия Буданова был вынесен в мае этого года. Обвиняемого Юсупа Тимирханова судили на 15 лет колонии строгого режима. Само убийство он совершил в июне 2011-го. А там в тех, таким образом, загибли своего отца в Чеченской республике.